В огородах, в подвалах, в домах вода стоит. Местные власти очень слабо реагируют, очень вяло. Ситуация настолько уже запущена, что прямо сейчас в аварийном порядке решить ее практически невозможно. Что вижу? Создали группу инициативную среди жителей для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с этой группой. Сделаем обращение, постараемся встретиться с губернатором для того, чтобы под проблему эту ситуацию признана. Это ЧС на региональном уровне, но необходимо поднимать ее выше, на уровень краевой. Напишем обращение в прокуратуру края, чтобы они дали свою оценку того, что происходит здесь, в поселке, потому что люди уже выходят на улицу, этого допускать нельзя. У нас есть Центр по защите прав граждан, масса обращений в индивидуальном порядке по поводу и состояния домов, и отношения коммунальщиков. Договора есть, а они не выполняются. Я думаю, что Центр защиты прав граждан нашей партии «Справедливая Россия» разберется непосредственно в индивидуальном порядке с каждой проблемой, с каждым жителем. Ну вот, на первых, то, что сейчас могу сказать. А так нужно делать проект, нужно смотреть всю проблематику внутри. Значит, мысли получили от старожил, каждый высказал свое мнение, как он видит, почему это происходит. Значит, во-первых, в канализации заложены трубы разного диаметра, начальная трехсотка, дальше двухсотка, это никуда не годится. Насосы не справляются, нет резервного насоса, насос сломался, сутки не могли сделать насос, это жизнедеятельность целого поселка. Но все от того, что у главы поселка денег, средств нет, ни на что, значит, районным властям, наверное, судя по всему, не до этого, значит, мы настаивали тогда еще, что нельзя у поселка забирать власть, нельзя у поселка забирать полномочия и деньги. Вот это следствие, значит, реформы местного самоуправления.